В эфире Петровка 38, в студии Александр Гологуров. Здравствуйте. В столице на Варшавском шоссе инспектора ГИБДД остановили иномарку. В какой-то момент рядовая проверка документов у водителя превратилась в спецоперацию. Вот кинулок с собакой обыскивает машину в поисках запрещенных предметов. Вскоре служебный пёс что-то обнаруживает. Подойдите, пожалуйста. Значит, предмет конструктивно схожий с пистолетом, револьвером. Водитель поспешил заверить. Оружие он нашёл и как раз вёз в полицию. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли револьвер 38-го калибра марки «Таурус», который относится к ручному, нарезанному, краткоствольному огнестрельному оружию и пять штатных патронов. Всё изъятое пригодно для производства выстрелов. С места задержания мужчину доставили туда, куда он якобы так спешил в отдел полиции. Оказалось, 40-летний задержанный ранее неоднократно был судим. Теперь он стал фигурантом очередного уголовного дела за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов. В подмосковном Жуковском задержали очередного курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионеров. Он уже имел криминальное прошлое, но, как говорится, некоторых людей печальный опыт ничему не учат. Мужчина прекрасно знал, чем занимается. Он работал в связке с мошенниками, которые действовали по уже проверенной схеме. Родственник попал в беду. Максим Ларин всё расскажет. Этот мужчина уже был судим, но, как говорится, снова наступил на те же грабли. Сразу после выхода из тюрьмы 27-летний житель Тульской области устроился курьером к мошенникам. Одной из его жертв стала пенсионерка из подмосковного Жуковского. 86-летней местной жительнице позвонила якобы её внучка и взволнованным голосом сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Затем в разговор вступил мужчина и представился с сотрудником правоохранительных органов. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал у пенсионерки 200 тысяч рублей. Женщина согласилась. Уже следователь сказал, за деньгами придёт его помощник. По словам потерпевшей, так называемый полицейский разговаривал вежливо. Он полностью представился, назвал отдел, в котором служит, поэтому никаких сомнений у неё не возникло. Пенсионерка назвала ему свой адрес, сложила деньги в пакет и стала дожидаться курьера. Он появился буквально через 15 минут. Я его спросила, вы послали, курьер? Он говорит, да. Всё, единственное слово, что было произнесено. Вот я ему даю, он берёт. Я хотела что-то спросить, сказать, он прям бегом. Олесенки. Вот злоумышленник выходит из подъезда уже с пакетом, в котором лежат деньги. Спустя время женщина догадалась позвонить своим родственникам. Когда обман вскрылся, обратилась в полицию. Курьера вычислили и задержали в одном из местных хостелов. Денег при нём уже не было. Часть я оставил себе, потратил на свои личные нужды. А определённую сумму я переводил по указанным номерам, там карты. А какой процент себе оставляли? 10-15 процентов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанного ждёт очередной срок. Полицейские ищут его подельников. Максим Ларин, Юлия Ковалёва, Алексей Качкин. Петровка, 38. В Орехово-Зуеве полицейские задержали трёх уроженцев Средней Азии, которых подозревают о распространении наркотиков. Все они не очень хорошо понимают русский язык, поэтому наниматели присылали им подробные инструкции. Так, они им сообщали, откуда забирать крупные партии зелья и куда после этого прятать разовые дозы. Все места были отмечены на картах. Юлия Ковалёва подробнее. За что задержан? За наркотики? Или что? Этот молодой человек плохо говорит по-русски, но слово «наркотики» понимает хорошо. Его вместе с друзьями стражи порядка задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ. Инспекторы ДПС для проверки документов остановили такси, в котором находились водитель, двое молодых людей и девушка. При беседе с полицейскими пассажиры вели себя подозрительно и сильно нервничали. Госавтоинспекторы приняли решение провести досмотр транспортного средства. Как оказалось, не зря. На заднем сиденье стражи порядка обнаружили пакет, а в нём 160 свёртков. Ещё несколько было в карманах у одного из мужчин. Что-то доставлял, да? Что-то доставлял, не знаю. Мне вот сказал таблетку. Доставлял таблетки? Да. На самом деле никаких таблеток у него не было. В свёртках был белый порошок. Экспертиза показала, это героин. Его задержанные должны были распространить через тайники. Задержанные признали, что уже успели сделать несколько закладок. По указанным адресам полицейские обнаружили 9 точно таких же свёртков. Эту сомнительную работу злоумышленники нашли в интернете. Ими удалённо руководил неизвестный. Их задача заключалась в том, чтобы распространить героин по отметкам на карте и получить за это небольшой процент. По факту распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Криминальной троице грозит внушительный тюремный срок. Полицейские ищут их нанимателей. О том, что ещё попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. В Москве следователи проводят проверку по факту пожара на Большой почтовой улице, в котором погибла 37-летняя женщина. Её тело обнаружено в квартире после ликвидации возгорания. Во время осмотра места происшествия признаков поджога не найдено. Назначен ряд экспертиз. 26-летнему жителю Удмуртии предъявлено обвинение в убийстве своих детей. Мужчина заживо сжёг двухлетнюю дочь и четырёхлетнего сына из ревности к бывшей жене. Изрядно выпив, изувер пришёл домой к супруге и поджёг там диван. Пожар начался быстро, в результате которого оба ребёнка погибли. В доме в это время находилась подруга хозяйки жилья и её грудной ребёнок. Их с ожогами доставили в больницу. Обвиняемому грозит пожизненный срок. В Петербурге полицейские наведались к директору одной из школ и двум её заместителям. Руководители образовательного учреждения обвиняют в финансовых махинациях. Они сначала выплачивали педагогам премии, а затем требовали перевести эти деньги на их банковские карты. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». А сейчас экстремальные кадры задержания Мариэльского лихача, который достойный голливудского блокбастера. Патрульно рискуя жизнью проехал на крыше машины безумного водителя и в итоге задержал его. Гонщик во что бы то ни стало хотел скрыться от стражи порядка. На это у него были веские причины. Кадры покажет Денис Бушуев. Здравствуйте, старший сержант полиции Кирюшкин. Так начиналась проверка документов у нарушителя правил дорожного движения. Сначала мужчина не сопротивлялся, но полицейские почувствовали от него явный запах алкоголя. Сейчас наряд ГАИ подождем. Водитель иномарки понял, что приезд госавтоинспекторов грозит ему лишением прав и решил убежать. А вернее уехать и поиграть в догонялки с полицейскими. Это съемки с видеорегистратора на груди стража порядка. А сам полицейский на крыше машины-нарушителя. Сержант полиции Артем Филиппов среагировал мгновенно. Требуя прекратить противоправные действия, за считанные секунды он уже был на крыше, набиравшего скорость автомобиля. Однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейского и начал совершать опасные маневры. Такой прием под силу не каждому каскадеру, но патрульный справился. На повороте он открыл дверцу машины и запрыгнул на пассажирское сидение иномарки. Страж порядка выдернул ключ из замка зажигания. Нарушитель, явно не ожидавший такого поворота событий, растерялся и остановил машину. Полицейские задержали злоумышленника. Медосвидетельствование подтвердило – лихач был пьян. Теперь любитель езды в нетрезвом виде сможет в полной мере ощутить, как полезны пешие прогулки. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Денис Бушуев, Петровка, 38. В Саратове молодой человек, который ни разу не имел проблем с законом, повернул не туда и пошел по кривой дорожке. Она привела 22-летнего парня домой к 81-летней пенсионерке. У нее он забрал полмиллиона рублей. Пожилая женщина наивно думала, что отдает деньги на спасение своей дочери, которая якобы совершила серьезное ДТП и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом ей сообщил следователь по телефону до прихода курьера. Пенсионерка поверила и стала жертвой мошенников. Помните о мерах безопасности в общении с телефонами, с собеседниками. Не передавайте денежные средства по требованию незнакомых вам ранее людей. Научите пожилых родственников быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Вскоре полицейские задержали курьера. Украденные у бабушки деньги молодой человек уже успел перевести так называемым работодателям. Часть денег оставил себе и потратил. Искал работу там. Оттуда мне написал человек о том, что есть возможность заработать таким способом. Каким таким способом? Курьером доставкой. Он сказал ценных вещей, денег. Визит к пенсионерке обернулся для молодого человека уголовным делом. За мошенничество он рискует угодить за решетку на 6 лет. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok